Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юля и вы на канале о вязании. Сегодня у нас 13 июля, 3 часа дня. Итак, по названию видео вы могли понять, что я буду отвечать на ваши вопросы. Но перед этим хочу сделать объявление. Надеюсь, оно вас заинтересует и вы примете активное участие. У меня есть одно предложение. Если это видео наберет 1000 пальчиков вверх, то есть лайков, то на моем канале будет прямая трансляция. То есть, если вы хотите, чтобы я онлайн пообщалась с вами, что-то рассказала, какую-то подняла тему, то, пожалуйста, ставьте пальчик вверх. Так как видео набирает просмотров 4000, я думаю, что это реально. 1000 лайков поставить этому видео. Вот такое предложение. Посмотрю, хотите ли вы этого или нет. Итак, что я сейчас буду вязать? Вам рекомендую тоже взять чай, кофе, вязание и повяжем с вами вместе. Это очень интересно, вдохновляет. Так, процесс у меня идет из пряжи Valencia Blue Jeans. Эту пряжу мне предоставил интернет-магазин Кудесница. Ссылочка внизу в описании под видео. Они являются прямым представителем этой пряжи в Украине. Пряжа достойная, качественная, приятная. Уже не раз с ней работала. 50% хлопок, 50% полиэстера, 50 граммах, 160 метров. Спицы рекомендую 2-2,5. Процесс вяжу на спицах 2,5, так как у меня нет спиц номер 2. Нужно как-то с этой ситуации выходить, поэтому вяжу на 2,5. Это будет платье. Вверх будет связан по типу майки, а низ будет иметь разрезы от средины бедра. Набрала открытый ряд петель, чтобы потом поднять и вязать вверх, так как не хочу вязать платье отдельными деталями, то есть потом его в итоге сшивать. Мне это не нравится пока что, и хочу, чтобы этот проект приносил мне удовольствие. Все платье будет вязаться лицевой гладью, но по бокам будут идти вот такие цепочки. Они обычные, если вам будет видно вот так. Здесь, наверное, вам лучше покажу. Вот так. Платье вяжется на размер 46, оно будет легкое, воздушное, не приталенное, то есть прямым полотном будет вязаться. И я набрала 300 петель, если кому-то интересно. Но не спешите вязать его вместе со мной, так как может, когда я уже провяжу несколько сантиметров, несколько десятков сантиметров, к примеру, оно может мне быть маловато. Придется распускать. Так что смотрите. Вообще-то у меня в одном сантиметре в образце 3 петли. Вяжу на объем бедер 100 сантиметров. И набрала 300 петель. То есть 100 умножила на 3. Так как пряжа, она будет подлежать ВТО, я хочу ее отпарить. И думаю, что полотно потянется. Будет несколько сантиметров до свободы облегания. Я так считаю. Ну что, хочу сразу ответить на первый вопрос. Я не знаю, найду его сейчас в комментариях или нет. Но знаю, что он был под одним из моих видео. Это по поводу вот этих маркирочков, которые я делала сама с натурального камня. Вот он. И здесь два. Нет, один. Да, один. Вот такой. Я не буду показывать, как я их делаю, так как у меня уже на канале есть видео с тем, как сделать маркирочек с помощью скрипки. И вы можете с легкостью это воплотить в жизнь. Только скажу, где я взяла вот такие камушки. Я думаю, в каждом доме есть вот такое дерево. Это дерево по какому-то фэншую. И у меня одна веточка сама отвалилась. Да, именно так. Я ее не отламывала. Она сама отпала. Уже ему, наверное, лет пять. Да, не наверное, наверное, лет пять. И вот со временем проволока гнется, так как я его мою, вытираю от пыли. Много собирает, конечно, пыли в доме, но тем не менее. Я решила не выбрасывать вот эту веточку. Она, конечно, мне больше нигде бы не пригодилась. Приклеивать не вижу смысла. И вот я подраспустила, сняла несколько камушков и сделала себе три маркирочка. У меня еще один лежит. Нужно будет и с этого камушка сделать, чтобы был четвертый. Использовала деталь скрепки, изгибала S-образную форму и вот такие колечки. Вы можете купить их в любом магазине для рукоделия, для бижутерии. Это продается. Данные вот эти колечки я заказывала в интернет-магазине Маковка. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Они там разных размеров есть. То есть под разный номер спиц вы можете себе сделать такие маркеры. Нет ничего сложного. Всего 10 минут свободного времени и у вас красота на спицах. И когда-то давно мне задавали вопросы, зачем мучаться делать маркеры. Можно же просто там булавку или что-то подцепить или купить обычное. Ну, я все-таки за эстетическое вязание. Мне это приносит визуальное удовольствие. Почему я должна себе в этом отказывать. Не вижу смысла. Это дело каждого. Кто вяжет со скрепкой, кто вяжет вот с такими классными маркерами. Кому как нравится. Так, сейчас вяжу цепочку. Три лицевых. Изнаночная. Цепочка отделяю от общей лицевой глади изнаночной петкой. И дальше будем продолжать вязать лицевую гладь. Вот так. Так, сейчас хочу еще ответить на один вопрос. На несколько отвечу, чтобы не забирать ваше времени. Ну, и чтобы вы могли немного повязать. Так, пишет моя любимая зрительница. Это Оля Семаева. Дюленька, привет. Скажи, регуанная линия у тебя 19 сантиметров. В пуловере. Ты вяжешь 19 сантиметров по переду или по спинке? Как правильно? Потому как по спинке она длиннее, а по переду короче. Спасибо. Это очень интересный вопрос. Он беспокоит многих. Сколько у нас не будет сантиметров регуанной линии по спинке, все равно измеряем по передней части. Так будет правильно. Не знаю, может кто-то по-другому как-то высчитывает среднюю величину. Но у меня именно так. Так как мы вяжем росток, у нас задействована спинка и два рукава. Перед мы вообще не трогаем. То есть регуанная линия у нас остается та, которая была. Потом, когда мы уже провязали росток, мы присоединяем к вязанию и перед. И нам нужно выгнать нужную нам регуанную линию. Например, у вас там 20 сантиметров. Вот вы 20 сантиметров регуанной линии выгоняете именно по переду. То есть когда настигнет вот эти 20 сантиметров перед, тогда вы перестаете вывязывать регуанную линию. И у вас уже регуан готов. Приступайте к вязанию основной части этого тела изделия. Так, дальше зададет вопрос Лилия Кончурина. Подскажите, пожалуйста, как вязать убавки на проймы и далее. Перед и спинку разделяем. Края меня интересуют. Это по поводу платья Мессони. Сейчас видите фотографию, которую я вязала для своей младшей дочки. На возраст 6 лет. Есть у меня мастер-класс. Но еще я выпустила мастер-класс. Тоже платье Мессони. Вверх, в принципе, вяжется одинаково. Там только отличается низ платья. Тоже у меня есть более подробный мастер-класс. Вот именно в этом мастер-классе будет подсказка в верхнем правом углу. Я и показываю, как разделить перед и спинку, чтобы у нас не терялся узор. Так как разделил, мы все равно продолжаем вязать прибавки в узоре. По пройме я никаких убавок не делаю, потому что пряжа Дива нам позволяет это не делать в мастер-классе. Говорю, что при вязке пройма сама формируется и есть небольшие, но углубления. Если же вы хотите сделать пройму побольше, тогда вам нужно будет сделать убавки в первом рапорте. С одного края и со второго. А как разделять и потом вязать узор, это у меня есть во втором мастер-классе по платью Мессони. Так что перейдите, посмотрите, пожалуйста, и вам все будет понятно. Следующий вопрос задает Маргарита Михайловна. Здравствуйте, Юля. В регланных линиях нужно прибавлять в каждом втором ряду, это в каждом втором лицевом ряду, не считая изнаночных или изнаночный тоже заряд считать. Так, девочки, так как мы будем с вами работать очень много по реглану, будем вязать и джемперочки, и пуловеры, все, что можно, будем с вами вязать. То, чтобы вы знали, когда я говорю, что нужно делать прибавки в каждом втором ряду, то это считаются только лицевые ряды. В реглане по изнаночной стороне прибавки никогда не делаются. По крайней мере, я не встречала описание мастер-класса, когда мы делаем прибавки в регланных линиях по изнаночной стороне. Все мы делаем на лицевой стороне. Это удобно. Делаем только по лицевой стороне. Поэтому считаем только лицевые ряды. То есть во втором лицевом ряду мы делаем с вами прибавки. Следующий вопрос от Татьяны. Есениной. Мне очень понравилось ваше платье и захотела его связать. Скажите, пожалуйста, как оно в носке, когда сидите, попа не вытягивается. Это по поводу платья Хейвер. Сейчас вы сможете увидеть фотографию, которую я вязала не по своему мастер-классу, а по мастер-классу Джулии Э. Вы можете найти, забить поисковики и связать такое платье. Оно очень классное. Оно не жаркое, потому что свободно по отношению к телу находится. Оно не прилегает, то есть есть прохлада некая. Я его носила и в жаркие дни, и в обед одевала, когда на улице была 30-ти градусная жара. Довольно-таки комфортно. По поводу того, не вытягивается ли попа, как бы вам сказать. Вот я пошла в магазин, немного там посидела, так как у меня в магазине мама работает, да. Потом пришла домой, вешаю его на вешалку, все хорошо, ничего не вытянуто. Платье довольно-таки хорошо держит форму, вязала на спицах его номер 3. Ушло у меня 11 мотков на размер 46. В принципе, все вязала как по мастер-классу, оно идет у меня за колено, но ушло немного больше пряжи, нежели оговариваться в мастер-классе. Но, тем не менее, я изделием довольна, не пожалела, что пришлось докупать эту пряжу. Вязала из пряжи Газал Бэби Коттон, хотя в мастер-классе вяжется с Ярнар Джинс. Так что, смотрите, платье мне очень нравится. Я рекомендую вам его связать, и вы останетесь очень довольны. Хотя, когда его только вязала, я подумала, что это будет какой-то мешок, и некрасиво будет смотреться. Так, я уже провязала три ряда после накида в высоту, и следующий ряд я уже буду делать перекрещивание цепочки. Следующие два вопроса задает мне Людмила Шурыгина по поводу снова же платья Миссони для младшей дочки. И вопрос звучит так. Круговую вязали или нет? Да, вязала круговую. Это самая любимая форма вязания моя. Я не люблю сшивать модели. У меня есть книга по шивным моделям. И я никак себя не настрою, чтобы начать вязать именно вот такой вид изделия. Поэтому все изделия я стараюсь вязать круговую. Даже вот это платье можно было связать двумя деталями, но я этого не захотела. Не хочу себе добавлять какого-то дискомфорта. И следующий вопрос тоже от Людмилы. красиво и очень по-летнему. А как длину окрашенных секций подгоняли? Я никак длину секций не подгоняю. То есть я беру ниточку, начинаю вязать и продолжаю, не отрываясь от нее, вязать платье. То есть как ложится пряжа, так она ложится. Вот многие и любят диву ботик за ее окрашивание. Потому что это секционная пряжа и секционная пряжа идет длинными секциями. Так что попробуйте, купите и свяжите какое-то изделие именно с дивы ботик. Так, следующий вопрос задает Людмила Хлебникова. Юречка, а кто вас научил так хорошо вязать? Я открою вам секрет. Большой, огромный. Меня научили вязать желание и вдохновение. Реально это так, потому что мне очень хотелось чем-то заниматься, таким, чтобы приносило удовольствие, чтобы не занимало это увлечение очень много места. И вот у меня было желание найти какое-то увлечение для себя. И потом я начала смотреть YouTube и вдохновляться. Вдохновение мне помогло заставить себя вязать и до трех часов ночи, и до четырех часов. До пяти, конечно, не вязала, но вот до такого позднего времени мне приходилось вязать. Это были шапки изначально. Я была очень сильно вовлечена в этот процесс. Мне нравилось вязать, так как шапка это и красиво, и быстро, сразу видно результат. И, конечно, я открыла для себя круговое вязание. Когда я узнала, что можно вязать изделия по кругу, не нужно сшивать, это меня еще больше сподвигло на то, чтобы начать вязать. Наверное, вдохновение все-таки на первом месте стоит. Желание уже потом. Или наоборот. Это так, как что появилось первым, курица или яйцо. Вот у меня так же. Никто меня не учил. Учила мама, но это было в глубоком детстве. И это был один носок, и то не довязан. Я самолучка. Никто мне ничего не подсказывал. Вот как видела, кто вяжет на YouTube, так и я вязала. Очень сильно хотелось. Ну, а сейчас это моя работа. Пытаюсь искать какие-то новые модели, свежий взгляд на изделия и делиться с вами всем этим. Задает вопрос Надежда Перевезенцева. Если ошиблась, извините, пожалуйста. Как ведет себя пряжа Дива после отпаривания? Вытягивается или нет? Спасибо. Конечно, пряжа Дива вытягивается, так как там 100% микрофибра. Мне приходилось работать только с Дивой батик. С третчем я не работала, поэтому только говорю за батик. Итак, длину она у меня вытягивается где-то на сантиметров 5 в среднем. То есть, может меньше, может больше быть. Я отпариваю не ударами пара, а через хлопковую марлю. Понятно? Я ее увлажняю предварительно, потом ложу на изделие и глажу утюгом поверх вот этой ткани. Вот так. У меня нет хорошего утюга, то есть, он есть, но там пара слома и не получается у меня ударами пара. Но, тем не менее, это тоже хороший способ. То есть, длину вытягивается на 5 сантиметров, ширину где-то в среднем 2 сантиметра. То есть, ширину она у меня не очень тянется. И смотрите так. Если вы вяжете на спицах 3,5, то изделие у вас вытянется больше. Если вы вяжете на спицах 2-2,5, тогда растяжение полотна будет меньше. Это тоже нужно учитывать. Также совет, когда вы вяжете издивы, нужно отпаривать по мере вязания. То есть, вы провязали 5 сантиметров 10, отпарили, измерили. Провязали еще, снова отпарили. Только вот так. По-другому никак, потому что вы вяжете на спицах у вас длина полотна одного размера. А когда вы уже свяжете и отпарите после того, как кручите это изделие тому, кому вязали, размер будет совсем иной. Высота это точно. Будет другая. Так, девочки, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересно послушать мои ответы. Ставьте пальчики вверх, чтобы это видео набрало тысячу лайков, чтобы мы с вами встречались в прямых трансляциях. Всего вам самого наилучшего, ровных петелек. И помните, что вы у меня самые-самые-самые лучшие и что все в мире связано. Пока-пока!